Так, ну что, вылетаем, куда мы вылетаем, на форум, в Кемерово. До свидания. До свидания. О, Кемерово. Ух, первый раз я в этом регионе. Ноль градусов на улице, да, чувствуется азнод сибирский. Это далеко не коротко. Трясучка, конечно, была, но, блин, ненавидим летать. Но, все хорошо. О, видишь, форум «Спортивная держава». Так встречают гостей из народного форума спортивного. Россия, спортивная держава, 2022. Азот. Это азот? Да. Хирпон. Потом, что в той стороне еще. Автоагрегат. Такие вот заводы. Да, много чего тут было. Ну, достояние Кемерово все-таки, это что у нас? Ну, азот. Азот. Кокс. Вот обычный уголь, потом его, как бы, делают вкоксующий уголь, для металлургии. Ну, а Кузбасс это металлургия, в принципе, в целом, да? Это, ну, кузнецкая металлургия. А Кузбасс в целом, это вот уголь, угольный регион. Угольный регион. Ну, как на окраине или в центре? Ну, нет, это окраина, это район южный у нас есть. А Кемерово сколько общеред? А вот сотка была, когда? Сто лет? Это уже, наверное, 103 или 104. В семнадцатом году, по-моему. То есть, как бы, когда революция произошла, знаете, я раньше в Барнауле служил, что-то проезжал в Омск, и мне, наверное, не сосед сказал, что такое Омск? В курсе это как расшифровывается ОМСК. Отдаленное место ссылки к каторжникам. Ух ты, да. Так на самом деле, Кемерово все-таки это у нас... Это раньше был Шегловск. Шегловск. Да. То есть Кемерово у нас... Начально Шегловск. Еще небольшая экскурсия. Как вас зовут? Меня зовут Олег. От Олега. Я на своей карте еще раз поставлю лишний флажочек. Население 530, где-то примерно. 530 тысяч? А получается, какое население Красногорска? У нас 520 тысяч, да. Красногорск, большой город. А вы знаете Красногорск? А что, вы как, если ничего, парни играют? О, точно же, точно. Торки, Красногорск. Торки, Красногорск. А у нас Кемерово. Столица у нас официально есть или неофициально в Сибири? Сибирск. А, это официально? Да, это столица Сибири. А мы от окраины приближаемся к центру. Это проспект Ленина, да? Это проспект Ленина. Центральный. Нет, центральный, самый центральный, это Советский проспект. Это проспект Путина. Советский проспект. Да, это у нас Кемерово. Это вот центральная часть Кемерово прошла. Это парк Ангелово. Да. Теперь как в Вестлане, да, сделали? Надо зайти, по-моему, да. Ну, здесь рядом можно прогуляться. Такая, в принципе, интересная. Областная научная библиотека, им не Федорова? Федорова. Федорова. Политех. Политехнический университет. Площадь Волковая. Сквер юности. Дзержинского 10. И вот он, Дзержинского 8. Слушайте, как прям позитивно будет все. Пока время есть, пришел приехать на площадку, где будут завтра проходить форум «Россия. Спортивная держава». Кузбасс-арена. Конечно, мощный здесь. Красиво. Погода паспортная. Плюс 2 градуса. Повторюсь, еще один флажок поставлю себе на карту в кабинете у меня. В кабинете карты России я флажочком отмечал, где я был в России. В отпуске, в командировке, по спорту, по работе, по старой работе, по новой работе. Я считаю, Россию, матушку, надо, конечно, исследовать. Это, конечно, на то, ну, это тоже достаточно хорошо, когда человек путешествует, он развивается. Но Россию надо тоже знать, потому что у нас очень очень богатая, большая природа, не говоря про историю. и много потрясающих мест. Мечтаю, конечно, Камчатку отсветать. Я думаю, получится. Регистрация. Смотри, даже фотография военная. Прям как при мобилизации. Да, спасибо большое. Спасибо. Рюкзачок оправдан. Хорошо. Ну, как и ожидалось, с утра дождь. Очень, очень такой неприятный. А мы заходим. Да, арена Кузбасса, ледовая. Вот здесь играют в хоккей, в хоккей, в русский хоккей, переделана под международную форму. Площадок достаточно много. Да, я, по-главному, хочу сегодня выступить, как раз через 40 минут. Надеюсь, все получится. Мне дадут слово. Рассказать про региональные практики развития физической культуры и спорта на примере Ярополка в Красногорске. Добрый день, уважаемые гости. Здравствуйте, дорогие друзья. Включите, пожалуйста, ролик без звука. В какой-то момент я, наверное, попрошу включить звук. Я являюсь директором Московской областной общественной организации «Спортивно-патриотический клуб Ярополк». Мы находимся в Красногорске, существуем уже 12 лет. Где-то 10 лет назад я принял со своей командой решение, что если ты не будешь проводить мероприятия, то каким бы твой спорткомплекс не был бы оборудован профессиональным тренажерами, люди все равно идти не будут. Первоначально мы делали профессиональные турниры по единоборствам, у нас целая программа по детям. У нас задача воспитать образно говоря не только спортсменов, я всегда всем говорю, есть два понятия – это воспитание и обучение. В нашей организации мы стараемся больше воспитать молодежь и детей, но через обучение. На данных экранах вы видите акцию, которую мы начали проводить в 2016 году. Это мероприятие «Быть здоровым – это модно». Главная площадка находится в Красногорске. На территории столицы Московской области. Сама фишка этого мероприятия – это массовое обливание холодной водой. Потому что по программе, допустим, клуба, мы каждые выходные, я беру всех желающих спортсменов клуба, родителей и жителей Красногорска и вывожу их постоянно в купель. То есть именно закаливание организма. Как, почему родилось такое мероприятие? Именно из-за того, что мы постоянно посещаем купель. В этом году, в уходящем году, у нас Министерство спорта внесло наше мероприятие в динный календарный план. Также мы являемся победителем грантового конкурса Министерства спорта Российской Федерации. Мы буквально 3 сентября провели межрегиональный турнир по функциональному многоборью. Сама, повторюсь еще раз, фишка – это одновременное мероприятие в формате телемоста в различных регионах нашей страны. Вот, сейчас как раз вы видите телемост. То есть неважно, какие погодные условия, разница в часовых поясах мероприятия проходит. До самого обливания происходят различные какие-то спортивные активности. Это в том числе и в функциональном многоборье, и зимние виды спорта. И все это замыкает именно это массовое обливание. Можно звук чуть-чуть погромче сделать? Как раз финал, я думаю, достаточно он такой будет импульсивный, интересный. Погромче, погромче звук. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна. Могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься! Погромче, что есть у меня, победу каждого дня. Я верю в то, что все сбудется. Быть здоровым, это модно. Ощущать себя счастливым и свободным. В здоровом теле, дух героя. Мечта победа в каждом не силу воли. Точно знаю этот путь верный. Выбираю в жизни сомнений. Быть здоровым! Как вы успели обратить внимание, мы всегда выстраиваемся в цветах российского флага. То есть выходим в бело-сине-красных футболках и ведра также стоят. В этом году у нас было 7 регионов. Почти тысячи человек одновременно облились. В следующем году мы планируем увеличить до 15 регионов. Дорогие коллеги, кто хочет поучаствовать, приглашаем всех. Я на форуме еще два дня. Мы всегда ежегодно делаем в честь Дня защитника Отечества. Но, скорее всего, в следующем году мы сделаем 24 февраля. Вот, в принципе, спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что желающие найдутся. Спасибо большое. Подарок Суфи. Универсальный день рождения. Ради паритиков Хабиров. Я вас от души поздравляю. Удачи вам, успехов. И вот это мед. Ну, здесь все есть. Для того, чтобы быть здоровым и ботным. Это модно. Да. Ладно? Так, отлично. Подельс-министру спорта Республики Брятия мы вручаем благодарственное письмо администра спорта Российской Федерации. Всей семье, которая болела сегодня за вас, за вашу прекрасную победу. Спасибо большое. Проходите сюда ко мне. Спасибо большое. А это у нас Шерекеш. Угарно-умный комплекс. Сейчас здесь будет подписание соглашений. Подождите, как вам удобно. Поехали? Вот, поехал, поехал, поехал. Отлично. Супер. О чем не поворачивает? Он экстримал. Техника хорошая. В связи до того, что я Олимпиаду охранял, я не охранял. Начал хоккей играть недавно, надо тренироваться Так, ну что, закончился первый день Международного форума России Спортивная держава Достаточно был очень таким насыщенным Я очень сильно зарядился В самом начале Сегодняшнего рабочего дня На площадке под названием Лучшие региональные практики Развития физической культуры и спорта Мы презентовали наш проект Быть здоровым, это модно Представителям Министерства спорта Различных регионов это очень сильно понравилось И в принципе нам потом И мне в том числе было проще общаться С министрами По поводу того, чтобы они присоединились К предстоящему нашему обливанию Которое мы будем делать Планируем сделать 24 февраля В честь годовщины специальной военной операции Надеюсь, после наших сегодняшних переговоров Присоединится Самара, Пермь, Сахалин Камчатка Ставропольский край Не говоря про те 7 регионов Которые были в этом году То есть сегодня общей сложности 19 регионов Подтвердилось Ну, посмотрим Мне очень приятно, что я познакомился с Артемом Лохитовым Это очень известный российский гидбоксер Профессионал, чемпион в болтовом выборе Их лига проходит в Америке Очень позитивный человек Надеюсь, его еще и в клуб пригласить Чтобы он выступил с мастер-классом Парк Ангелов В общем, да, такая территория Здесь в качеле Называется Парк Ангелов Я так подразумеваю Количество деревьев Это количество жертв Прошел я сейчас по парку Парк Ангелов Называется так Значит, именно здесь 25 марта 2018 года Произошел пожар На площади 1600 метров В современной России Это считается одним из Двух крупных пожаров Первый, который произошел По-моему, в Перми В Барину Хромая лошадь В 2009 году Там погибло 160 человек А здесь погибло 60 человек Из них 37 детей В любом случае Вот такие памятники Они должны быть Это символизирует В первую очередь память Пока о человеке помнят Он живет В дневное время Я нахожусь на форуме Приходится общаться Со всеми знакомиться Поэтому не получается вырваться Завтра второй день форума И послезавтра утром я улетаю Надеюсь, завтра будет не менее продуктивный день Всем привет Второй день форума В Кемерово Выпал снег Правда, такими очень маленькими хлопьями Но они очень-таки неприятны Не знаю, засыпят сегодня или нет Буквально неделю назад У них было 24 градуса Плюс Сегодня такая ситуация Так Мои помощники улетели вчера Один, который должен был прилететь Ночью не прилетел У него как обычные приключения В общем, я работаю один Но Как сказать, знакомых на этом форуме много Посмотрим, что сегодня будет Ну, что я побывал на Сыске Где Матч ТВ Рассказывал О своих возможностях И, конечно, мечтаю, чтобы На наших мероприятиях они присутствовали Ну, надеюсь, когда Возьмем большее количество регионов Тогда они будут присутствовать Иван Козырев Мастер спорта международного класса по боксу Какого международного класса? Перестань Ну, какого? Министр спорта Республики Бурятия Да Как вам форум? Отлично Отлично? Форум отлично Насыщенно Очень интересно Хорошая программа Министерства спорта В этот раз, конечно Чисто тет-а-тет информация Много красивых женщин встретили на форуме? Ну, есть А мужчины? Не смотрю Кразиевья все равно нету Ты врешь Самый красивый, кто снимает Здесь проходят матчи по хоккею с мячом То есть по-русски На все площадки А вот здесь будет у нас пленарное заседание Ярополк Сила, мощь Настоящие патриоты Целый замминистра спорта Такие фразы говорит Как вам форум, Алексей Валерьевич? Интересно Я думаю, что сегодня даже должно быть интереснее, чем вчера Людей больше Алексей Валерьевич Трук клуба Ярополк Начальник управления спорта Красногорска в прошлом До этого Ярославль А сейчас сам министр спорта Ярополк молодцы Настоящие патриоты Проводят классные мероприятия Особенно ваше обливание Это, конечно, и здесь на форуме Настолько всем понравилось Наверное, надо признать, что одно из лучших выступлений Ну что, второй день форума близится к завершению Народ уже расходится Но, в принципе, все ждут планерного Планерка Так, ну что, я на пленарном заседании Так, ну что, закончилась моя небольшая поездка в Кемерово В 6 утра по местному Ровно трое суток, как я здесь окажусь Я не так часто вырываюсь из клуба Постоянно там работаю Что-то сочиняю, придумываю Такие мероприятия надо вырываться Это, во-первых, обмен опытом Мы себя позиционируем Много людей узнало наши программы Мы презентовали вкратце Мы непосредственно наше мероприятие Познакомились с порядка 15-ю министрами Которые отвечают за спорт в различных регионах Надеюсь, наше мероприятие Предстоящее обливание Через, сколько, через 5 месяцев Мы проведем как нужно В общем, недостаточно неплохая спина обстановки В накаленное, так скажем, время Вот, в общем, было круто